Егор, у меня не очень зычный громкий голос, поэтому прошу стараться, запрягать. Значит, да, когда появились первые варианты положений, так получилось, что я написал первый вариант декламента, и очень ожидал, что в какое-то время появится еще какой-то вариант, если я смогу с кем-то соединиться и продолжать эту работу. Все были заняты положением, я тоже участвовал в работе по подготовке положений, но параллельно велась работа по подготовке регламента. Я старался учитывать все пожелания, чтобы он был адаптирован к тому варианту положения, которое разрабатывалось. На самом деле, изначально было уже видно определенные идеологические расхождения в нескольких вариантах положения, но, понимая, что регламент является одной из ключевых основ функционирования общественного совета, внутренней процедурной нормой, мы старались поступить так, чтобы к нему не было, в принципе, компромиссов и противоречий. И если вы читали этот вариант регламента, то, в принципе, противоречий вы не найдете, чтобы не было гармонизации ни с одним, ни со вторым вариантом положения. Я считаю больше, что мы вынуждены принять, например, в нашем будущем заседании вариант регламента рабочий. Почему? Иначе последующие три месяца превращаться в рабочий каус. Мы будем работать комитетами, мы будем готовить проекты и программы, мы будем готовить проекты и решения, какие-то документы. Мы будем подходить к следующему собранию, на котором ведущий будет вести по каким-то правилам. Мы должны эти правила определить. Поэтому длиннешний вариант регламента, он достаточен для того, чтобы эффективно проработать три месяца, внести в него нужные правки по вариантам расширения по общественным слушаниям, по громадским слушаниям, по иным направлениям. Но для того, чтобы совет три месяца проработал, он достаточен. На данный момент этот проект регламента разрабатывался на протяжении двух месяцев. Он последние две недели прошел через нашу рабочую группу, скажем, в формате юридических других уточнений, потому что я сразу честно скажу, я не юрист, и мне было достаточно тяжело вести эту работу, мне было очень тяжело вести эту работу, но в результате, благодаря общим усилиям, появился рабочий документ. Поэтому я всем, кто присылал дополнение по правде, хочу выразить благодарность, и нашу рабочую группу благодарность. И в принципе, надеюсь, что этот документ будет являться основой нашей объективной работы в ближайшее время. Вопрос к вам. Какая разница между положением одним и другим? Два представленных положения. Вы готовили тем более регламент, вы должны были это начать. Значит, я знаю, что по регламенту, еще раз отмечу, по регламенту, мы старались быть противоречивой нормой, вообще не затратить. Для того, чтобы мы не вошли в тупик в конечном итоге, когда мы примем какое-то положение, а регламент это не окажется вообще, потому что он будет зарублен в силу каких-то диаметических противоречий. Ну, по положениям, по положению, конечно, было уже достаточно времени не спросить. На мой взгляд, дело в том, я хочу сейчас поступить очень вредно. Я только что услышал в разговоре, что отдельные позиции сейчас звучат по-новому в той книжке, которая только что рознана. И я, не прочитав эту книжку, не могу сейчас сказать о принципиальной противоречии. То, что вы читали, скажите. Регламент, регламент. Если я начну моделировать, я попаду перед вами в сумму и ситуацию, чтобы не было регламент. Спасибо. Если есть вопросы, то это вопросы, да? Вопросов нет. Вопросов нет. Пожалуйста, дополнение. Я прошу прощения. Я член рабочей группы Александра Михайловича Кирюшенко, я горжусь. Ничего проинформировать присутствующих, в том числе господина Штегина, который здесь говорил, что здесь некий сумбурный набор, извините, каких-то положений, пунктов, хочу проинформировать, что Всемирная Организация Инвестрационной Собственности, аккредитованная при ООН, общественная приемная в 74 странах мира, приняла решение выдать свидетельство на ноу-хау, под названием «Способы и методы организации форм гражданского общества». подавались документы, постановление Кабинета Министра 1996, типовое положение, и то, что, извините, приоритет за нами закреплен 20 февраля, говорит о том, что это полноценный, нормальный документ, достойное рассмотрение, как середическое, так и, извините, с других точек зрения. Спасибо. Можно ответить? Мне говорили, а что я ответил. Нет, нет, нет. Никто не говорил. Леонид Исаакович, было обращено ко мне, правильно? Да, я его въеду, я его въеду. Дорогите сам, я его въеду. Я его въеду. Вы ведь не въеду. Я его въеду. О, я его как не сталкивать. Леонид Исаакович, это кура в нас. Леонид Исаакович, у вас же всегда есть традиция для Собственной. Это шире, ради бога. Приступаем, как в следующее. Слава предоставляет, Коллеги, я буду выступать как член этой рабочей группы, которая работала в оборудовании. Но раз уважаемый коллега, который сказал, что он гордится, что он был в этой группе, которую разрабатывала Кирюченко, то я сделаю официальное заявление. Если Кирюченко будет выполнять совет, то я работать в нем нету. Я считаю, что это позором. Позором, как и в помещении. А теперь мы работаем в оборудовании. Один и двой, коллеги. Но вот кто меня знает в последние 12-20 лет, я всегда стараюсь относиться адективно. Если мы хотим работать, мы должны нигде с косом часто будет. А если люди не хотят работать, они ищут повод. И я увидел, что постоянно группа Кирюченко ищет повод, почему бы не работать. Вот мы вошли в группу. Было где-то решение. Ала Ивана не доставая. Пять человек вводят в эту группу юридическую по разработке положения. Было названо пять сомнений в здании в областной справке. Хорошо. В закону нам говорят, что надо еще ищи еще в Гартиян. Хочет войти еще в Торчевск. В общем, 8. Мы согласились. 11 вечеров. Мы сидели, обсуждали каждую строчку. Мы согласились на все. Было предложено. Должны быть удостоверенными. Хорошо. Должны быть комитеты. Мы над ними... Так как, что? Хорошо. А что они должны быть? Здесь сейчас. Здесь этаж. Мы будем думать. Находим фактически уже через два месяца до конца. Пусть принят решение. Мы видим, что ищется причина. А почему бы не принять это решение? А почему бы не принять положение? Поэтому давайте принять такое нормальное решение. Критерием истины является практика. Давайте отдадим оба положения. Вы оба администрации. Что, собственно говоря, наша группа и сделала. И получим заключение. Правильно. Мы тоже участвовала. И мы тоже с его слов вписывали. Меняли. И кардиан. То есть, правильно сказал Штек. На 90% это одно и то же. 20% это... 10%. 10%. Это элемент хаоса, который пытается... Этот хаос в том, что у нас никогда не будет ворова. У нас будет не 128 человек, а неизвестно сколько. Потому что каждый раз можно принимать еще 50, 100, 200. Значит, решение априори мы никогда не приняли. Раз, что мы будем, да? Второе. Комитет. Есть истравый смысл. Если человек может принципиально и по профессии работать в одном комитете, то значит, мы предлагаем, давайте в одном комитете он будет работать. Во втором комитете, бывает человек, высказывает профессионал, и в одном и другом, он будет иметь право решающего голоса. То есть, двух комитетов. А в остальных комитетах он может психолит, участвовать, писать бизнес, спорить. Но голос у него будет совещательный. Что это позволяет? Он не сможет участвовать тогда, вот в этой вот верхушечной переворотке в комитете, он не сможет избрать удовольствия. Он сможет давать только по делу свои рекомендации. Это все разумно и странно. Нас пытается в разных вещах обвинять, что вот там был комитет. Вот смотрите, извиняюсь, я пару минут, второй секунд переберу. Во втором, второго февраля, Апредель рассылает приглашение, что будет собран комитет по гражданскому обществу. Не, не, Апредель. Апредель, Апредель, да. Собрались, собрались, провели. Дали информационное сообщение. Была максимальная демократия. Все, кто пришел? Здравствуйте, человек. Гардиан рассылает предложение. Нет, это неправильно. Вы вот там не собрали две третих согласия, вот 128 человек, поэтому мы можем действовать не будем. Ребята, ну давайте не будем заниматься уже мелким обманом. Но это, ну, это неправильно. Теперь о рекламенте. Вот, как всегда, я тебе расписал политику. О дате проведения нашего собрания, но потом о положении. Мы обсуждаем сейчас о положении. Начинаем тут же говорить о рекламенте. Мы сразу решили, я просто не писал, что положение является, ну, концептуально. Если есть положение, все детализируется. И мы его приняли, то рекламент уже базируется на этом. И я здесь не написал, у меня есть столь вариант. Я его согласовал с остальными. Но сегодня вносить его на впустение, когда не примет о положении, это неправильно. Мы еще хоть вносим элемент хаоса. Примут? Дополнительно. Примут положение. Ведь регламент не нужно согласовывать с администрацией. Он детализирует порядок стабильного. Как и что? Давайте перейдем, шеф. Вот он, от конфронтации, конкретно. Положение все равно 90% должно соответствовать типового положения. Давайте начнем работать. А работа показывает, кто из нас действительно может что-то сделать. Комитет или в руководстве. А у кого просто амбиции переклестывают уже все. Я считаю, что амбиции нужно оставить. И работает, доказать. Центрировка через полгода. И сочинение подказать. Да, мы не ошибались. Вот Кирюченко здесь видела. Прекраснейший руководитель комитета. Он достоин. Давайте перейдем. Вот, конкретный предложение. Выложение. Снять с повестки дня, сегодня, вопрос, положение. Потому что... Сейчас я... Регламент надо. Второе. Мы не можем обсуждать положение, потому что одно не подано на согласование, а другое еще не вернулось. Как не подано? Давайте дождемся возврата обоих положений юридического отдела администрации. Снимаем замечание. Причем, эти замечания не говорят о том, что оно ничтожное и недействительное. Любое юридическое управление вносит свои замечания, которые исправляются. Получим замечание, решим вопрос. Снимаем. 29 марта. Здесь же... Ну, это марта. Значит, где же какая юридическое объясня? Пожалуйста, послушайте. Друзья, ну, коллеги, я думала на то, что я сказала. Напередочной нарады все расставили на свои ощущения, но вы меня просто не прочували. Уважно. Присядьте. Я честно сказала, что это положение, значит, юристы, и будь-який орган власти, запоминайте, не будет работать с группами. Есть один орган, Громадская Рада. И вы должны доходить к консенсусу. Умите договориться. Уявите себе, что вы не обидаете в острове, або на космичной станции. На сад входа нет. Хочете, не хотите. Добейтеся простою большинство, но найдите способ, объединяйтесь и дослушайтеся один в одном. Это первое. Другое. Другие. 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 Другие.